Аллилуйя, дорогие друзья, приветствую вас, дорогие телезрители, те, кто здесь. Во имя Иисуса Христа. Когда звучит имя Иисуса Христа, Его слышит не только физический мир, может быть, даже физический не столько реагирует, сколько реагирует духовный мир. Поэтому будьте благословены, мы получаем ваши отзывы на программу «Вера в действии». Мы в курсе того, что вы присылаете, и мы молимся за вас, и благословляем, чтобы Бог ответил на ваши нужды. И чтобы не просто Бог ответил, и все на этом, но чтобы вы могли прославить Господа Иисуса Христа там, где вы есть, в той стране, в которой вы живете. Мы так рады, что Слово Божье уходит и касается вас там, далеко-далеко. Пусть Господь вас исцелит, пусть поможет вам, финансами поможет, пусть Он вам поможет в семье, пусть дети будут здоровыми, пусть будет благословение Божье. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Взаимодействие со Святым Духом». Бытие 2.7. Мы читаем самое начало. То, о чем начинает говорить нам Слово Божье Библия, это о том, как Бог сотворил небо, землю и все, что на земле. Он сотворил человека, животных и так далее. И мы читаем про человека. Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека». Послушайте, нам пора бы уже поверить в то, что Бог создал человека. Никакая не эволюция. Бог создал человека. Это логично. Кто может поверить в то, что сам стакан по себе появился? С помощью эволюции появился стакан. И просто, знаете, случайно, стечение обстоятельств так, что в него попала вода. Послушайте, стакан здесь не появился просто так. Сам не появился, во-первых, просто так. И здесь не появился просто так. И воду в него кто-то налил. Кто-то стоит за этим стаканом. Вы знаете, что кто-то за этим стаканом? Обычный прозрачный стакан. С водой. Хорошая вода. Аллилуйя. Кто-то стоит за этим стаканом. Кто? Дизайнер и творец. Человек. Человек придумал стакан. Почему мы думаем, что стакан не мог сам появиться, а человек со всем сложным телом, мозгом, который ученые не могут никак изучить, сердце, все внутри человека, он мог появиться сам. Да еще и от зверя. Ну что общего? Знаете, кто-то сказал, что человек, обезьяна никогда не станет человеком. Вот человек, к сожалению, становится иногда. К сожалению. Но все равно, как бы человек низко не опускался, Бог его достает оттуда, отмывает и приводит в порядок. Аллилуйя. Итак, читаем. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Бог не создал человека живым. Когда Бог создал человека, написано из праха земного, он вылепил, как бы, знаете, как дети вылепляют на песке, знаете, в песочницах или на берегу моря, вылепляют разные фигурки. Бывает там какую-то рыбку могут, могут человека сделать. Но это всего лишь песок, это всего лишь прах, это земля, земля, глина, как бы мы ни назвали. И он не двигался, и он не разговаривал. Ты бы мог с ним разговаривать, но он тебя не будет слышать. Попробуй поговори. Вот сделай, например, человека на берегу моря, сделай из песка и попробуй с ним поговорить. Ты будешь говорить, у него не будет никакой реакции. Ты не сможешь с ним взаимодействовать. Но с Богом было все по-другому. Бог создал человека, вылепил его из глины, из земли, из праха земли, да, из праха земного. И написано, когда он вдохнул в его лицо, дыхание жизни дунул в него. Вот тогда человек стал живым. Именно тогда. Бог не создал человека живым. Живым он стал только после того, как тело Адама соединилось с дыханием Бога. Или, скажем, еще не тело Адама, а вот эта вылепленная скульптура. Вот когда соединение Духа Божьего произошло, вот как бы с памятником, так можно сказать, со скульптурой. Тогда произошло чудо. Глаза Адама открылись. Он пришел в сознание. Он не то, что его там, его там и не было, сознания там не было. Жизнь, сама жизнь пришла от Бога в Адама. Тогда и произошло чудо. Бог увидел свое творение живым. Живым. И мог с ним общаться и взаимодействовать. И потом мы видим, что он с ним общался. Он с ним разговаривал. Потом он создал Еву. И с ней он общался. Написано, что он привел Еву к Адаму. Адам в этот момент спал, потому что была операция, было изъято ребро. И Бог создал женщину. И он с ней общался. Я не думаю, что он молчал. И я также не думаю, что женщина молчала. Видя Бога, молчала. Я думаю, там было интенсивное, очень мощное общение. До того, как женщина встретила мужчину, она знала только Бога. И до того, как Адам встретил женщину, он знал только Бога. Он с ним имел общение. Это прообраз того, что Бог должен быть в нашей жизни на первом месте. И только потом уже человек любимый и так далее и тому подобное. И смотрите, Бог смог взаимодействовать с человеком только с тем, он мог взаимодействовать, с кого он вдохнул в свое дыхание жизни. Я вам скажу, нету ангела на небесах, кого бы Бог так же сотворил, как человека. Он просто говорит, и они появляются. Он ни в кого, ни в какого ангела он не дует. Животного. Ни в одно животное Бог не вдыхал дыхание жизни. Он вдыхает жизнь только в себе подобное, в человека. Сотворение человека похоже, больше оно похоже, я бы сказал, не просто на сотворение, как мы себе представляем, а на воскрешение из мертвых. Это первое воскрешение из мертвых. Мне Господь такое открыл. Потому что человек не был живым, он был как мертвый, неподвижный, не умел говорить, ничего не мог. И даже глаза у него были закрыты. Что делает дыхание Божие? Какое чудо оно производит? Жизнь приходит только от Бога. И без его дыхания ничего не может жить. Без дыхания Божьего. Конечно, животные живут. Потому что Бог сказал, вода, чтобы произвела рыб морских и так далее, чтобы земля произвела животных. И все по его слову происходит. Это все появляется сверхъестественно. Потому что природа Бога, она полностью сверхъестественная. Давайте мы прочитаем 2 Коринфянам 13.13. Здесь Павел заканчивает послание интересной фразой, интересным таким заключением, важным заключением, ключевым заключением. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Мы здесь видим, и об Отце идет речь, и о Сыне, и о Святом Духе. Нам нужна любовь Отца. Мы без нее, мы как будто бы, знаете, покинутые. Мы как будто бы сироты. Мы и есть сироты без Божьей любви. Куда мы без благодати Иисуса Христа? Что мы сами вообще можем? Мы ничего сами не можем сделать. И здесь акцент я хочу поставить на общение Святого Духа с нами. Общение Святого Духа. Святой Дух – это не энергия. Святой Дух – это не ветер. Святой Дух – это Бог. Бог – это третья Личность Бога. Мы не можем, знаете, в своем уме, у нас должна произойти, знаете, как бы оптимизация нашего представления о Боге. Наше представление о Боге должно быть таким, каким оно должно быть на самом деле, какой Бог является. Потому что, если Бог является, например, Бог является всемогущим Богом, а я представляю, что Бог не может решить мою проблему, значит, мое представление о Боге, оно ложное, оно неправильное. И мне его нужно изменить. Оно должно быть откорректировано внутри меня. Я должен прийти в состояние, что Бог всемогущий, то есть может все. Так же и во всем. Если у нас будет неправильное представление о Боге, если мы где-то услышали неправильное представление о Боге, это должно измениться, должно произойти перемена в мышлении. Потому что люди могут нам рассказать о Боге, и мы можем поверить, захватить эту информацию. Но я вам скажу так. Истина происходит, момент истины происходит именно тогда, когда сам Дух Святой открывает вам Бога. И я, знаете, благодарю за это уникальное время Нового Завета, когда мы можем иметь общение с Богом беспосредниками. Мне не нужен человек. Да, мне нужен человек, чтобы он меня привел ко Христу, чтобы он меня поставил на ножки. Знаете, как прообраз священника, знаете, то есть прообраз Анны, у которой родился Самуил. Она обещала Богу, она была бесплодна, она обещала Богу, если ты мне дашь ребенка, мужчину, мальчика, мужского пола, я отдам тебе его во все дни жизни, навсегда, в храм, посвящу тебе его. И написано, что когда она родила, Бог дал ей ребенка. Когда она родила ребенка, написано, она его вскормила, и как только он ножками пошел, представляете, такого маленького, малюсенького она привела в священнику, в храм, чтобы он служил там. Это прообраз того, что человек, конечно, выполняет важную роль, начальную роль, но потом он уходит. Потом он соединяет нас с Богом, и мы должны иметь общение с кем? Со Святым Духом. Почему? Потому что он знает все. Он приводит нас ко Христу. Христос приводит, Иисус есть путь к Отцу. Мы не можем иначе пройтись. Будет общение со Святым Духом. Будет и взаимодействие. Люди хотят видеть в своем служении чудеса, верующие хотят видеть чудеса. Они хотят видеть славу Божию. Они хотят силу. Но где общение со Святым Духом? Где откровение? Потому что Дух Святой не может взять то, что засорено, и пользоваться этим. Даже мы не едим из грязной посуды. Кто приходит домой, такой думает, ах, лень мне посуду мыть в раковине. Ах, лень, из такой поем. Да нет, ты вымываешь ее? Ты там, не дай Бог, отпечатки пальцев на стакане увидел? Уже там готов протирать их салфеткой. Ой, вилки какие-то эти, в капельках, знаете, вода высохла. Надо протереть ее. Слушайте, мы такие чистюли. Мы так привыкаем кушать из чистой посуды. А Бог, Бог хочет тоже чистыми людьми пользоваться, очищенными. В нас должна жить истина. В нас должно жить Слово Божие. И мы должны иметь общение со Святым Духом. Если мы должны иметь общение со Святым Духом, значит, у него есть уста, у него есть уши, у него глаза, он личность. Мы не можем общаться просто с ветром. Если бы Бог сказал, иди, пообщайся с ветром. Пушкин общался с ветром. Мы общаемся со Святым Духом. Халилуя. И знаете, когда есть общение со Святым Духом, тогда будет и взаимодействие. А вот тогда, когда будет взаимодействие, более чудесного мы даже не можем увидеть на земле. Халилуя. Луки 4, 14. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею после сорокадневного поста. После того, когда дьявол его искушал, и он отказался от всех предложений дьявола. Дорогие друзья верующие, часто нам не нужно какие-то победы одерживать, знаете, что-то завоешь, что-то делать. Нам чаще нам нужно не делать того, что нам предлагают сделать. Не идти на сделку, например. Просто отказываться от чего-то. Написано, Иисус, он отказался от всех сладостей, которые Сатана ему предлагал. Сатана ему предлагал сладости, от которых любой человек бы не устоял бы. Представьте, дьявол и одно блюдо вынесет, и другой десерт вынесет, и всем пытается привлечь человека, чтобы обмануть, чтобы его перетянуть к себе. А Иисус говорит, мне от тебя ничего не надо. И написано, когда Иисус, он прошел все искушение от дьявола, написано, что возвратился Иисус в силе Святого Духа. Не просто Иисус возвратился из пустыни и пошли чудеса. Нет, он возвратился в силе Святого Духа. Это то, что многим верующим не хватает в жизни. Сила Святого Духа. И мне Господь лично сказал, проговорил мне четко и ясно. Если ты хочешь быть ответом этому миру, через тебя должна течь сила. Знаете, наши способности, наша любовь, знаете, наша любовь именно, она заканчивается часто. У нее есть свои лимиты, у нашей возможности, у них есть лимиты, у нашего кошелька есть лимиты, у нашего тела есть лимиты. Мы всем не можем помочь. Но знаете что? Если у нас будет сила Духа Святого, то мы сможем намного больше сделать, потому что это сила, которой не может противостоять никто. И возвратился из усилия Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Знаете, что многие церкви делают? Если у них происходит что-то, праздник, приезжает проповедник или кто-то еще, они делают очень большую рекламу. Они берут, тратят деньги на рекламу. Делают развитие, чтобы все слышали, чтобы все знали, что мы здесь. Знаете, мне Господь показал немножко другую сторону. Что если есть сила, если есть сила, то это бесплатная реклама для церкви. Потому что Иисус никому не рекламировал себя. Он вышел просто в силе Святого Духа из Галилеи и написано, и разнеслась молванием. Реклама пошла по всей стране. Он на рекламе сэкономил. И мог покормить своих 12. Поймите, что три раза в день они должны были кушать. Я не знаю, сколько они раз кушали. Может и больше, может и меньше. Кто знает. Но мужчины хотят есть. Поверьте. По всей окрестной стране, повсюду разнеслось о имени Иисуса. Смотрите. А почему раньше не произошло это? Ну Иисус же, Он же Сын Божий. Он же был на земле. Да. Да, Он святой. Но Он был в человеческом теле. И Он жил жизнью человека. Будучи Богом, Он оставил Своё Божество на 33,5 года. Пришёл на эту землю и стал человеком, чтобы пройти тот путь, который проходим мы. И мы не можем Его укорить. О, ты не знаешь, ты не знаешь, что я сейчас чувствую. Например, у меня скорбь. Умер кто-то. И мы не можем прийти к Богу и сказать. Слушай, Иисус, ты не знаешь, что я сейчас чувствую, какое переживание. Или, например, у меня нечем детей кормить. Ты не знаешь, что я сейчас переживаю. Или что-то ещё, какие-то, знаете, насущные проблемы. Отверженность какая-то. Тебя бросили. Тебя унизили. Иисус всё это пережил. Поверьте, всё пережил Иисус. Поэтому каждого приходящего к Нему, Он может понимать. И может сострадать. Поймите, одно дело выслушать. Вот так вот, да? Так, в чём у тебя проблема? Ну, рассказывай, знаете, сидя так в кресле качаться. Знаете, так, хорошо, ладно, что-нибудь придумаем. Знаете, тебе всё равно до Его проблем. Смотрите, а Иисус, когда мы приходим к Нему, то Он сострадает нам. Он понимает нас и хочет помочь нам. Он сострадает. Страдает вместе как бы. То есть, Он не относится к нашим проблемам как бы холодно. Он воспринимает наши проблемы. И Он говорит, Дух Святой, который был излит Отцом на землю, Он тебе в помощь. Он тебе поможет. И я хочу сказать, что многие христиане, мы верующие. Я даже хотел бы нас всех обобщить. Мы делаем грубую ошибку. Знаете, вот когда человек делает что-то, и у него получается брак. Брак получается. Не получается. То, что он хотел сделать. Вот это ошибка, скажем. Так вот, мы верующие делаем страшную ошибку в жизни и не можем даже это заметить. Когда мы игнорируем Святого Духа в нашей жизни. Что значит игнорировать? Не обращать на него никакого внимания. Да, есть где-то Дух Святой. Как Иисус сказал. Не знаешь, откуда Он приходит и куда уходит. Да, есть. Есть третья личность Божества. Есть. Ну, нам она закрыта. К сожалению, нам не понять это. Все так сложно. Как это так? И мы игнорируем. И когда мы видим человека в нужде, мы такие, Дух, как же ему помочь-то? Ну, и где я деньги возьму? Может, ему протез купить или что-нибудь? Не знаю, может, давайте соберем ему деньгами. Хорошо это все. Это супер, что у нас есть сострадание. И мы можем. Вы понимаете, что можно в Артемея обхаживать? Вы понимаете, если даже весь Израиль. Да, Ерехон. Где он там? В Ерехоне сидел. Сидел и просил милости. Дайте, дайте мне, я слепой. Я не могу работать, я не могу ходить. Дайте мне, дайте. Вы такие все здоровые. Я такой вообще, я отсталый человек. Я ненужный. Я как бы абуза для общества. Ну, помогите, прошу. И знаете, он взывал к совести людей. И люди что-то давали, и он как-то жил. И, конечно, без Бога мы можем подойти собственными силами к Артемею и сказать, давайте что-нибудь для него сделаем. Давайте он будет сидеть не просто на земле. Давайте мы ему подушечку подложим. Понимаете, помощь человека без силы и Святого Духа. Давайте мы его на стул хотя бы посадим, чтобы не на земле сидел возле дороги пыльный. Чтобы он немножко поднялся. А то как-то грязь. Там мыши бегают. Может, какие-нибудь змеи ползают. Давайте посадим. А кто-то бы сказал, давайте ему скинемся и купим еды. Нормальной еды. Пусть у него будет хороший день сегодня. Вы можете делать для него все, что вы хотите. Это нормально. Люди людям помогают. Это абсолютно нормально. Хуже, когда не помогают. Но вы представьте, что не это нужно в Артемею. Что в Артемею по сути нужно было? Что? Когда его подозвали, он кричал, он орал. Он говорил, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Написано, что Иисус прошел мимо него и ушел. И он спросил, что за движуха, что за движуха? А ему говорят, да, Иисус, Иисус, здесь Иисус прошел. А он-то наслышан. У него, знаете, как локаторы работают на слепых. И он стал орать. А-а-а, моя надежда, единственная, мой последний шанс уходит. И он стал орать. И Иисус услышал этот крик о помощи. Он сказал, подозвать, подзовите его. Подзовите его сюда. И когда его подвели к Иисусу, Иисус спросил, что ты хочешь? Он не сказал, я хочу вкусно поесть. Он не сказал, я хочу денег. Он сказал, я хочу видеть. Когда вы спросите у инвалида, что ты хочешь, они хотят исцеления. Не все правы? Но я объясню причину, почему не все хотят. Потому что потеряют помощь от государства и так далее. Надо пойти на работу. В воскресенье получил чудо, в понедельник уже на работу надо устраивать. Да еще на работу на любую не возьмут. Ничего же делать не умеешь. Пойдешь на какую-нибудь самую низкооплачиваемую. И он потом, знаете, в голове-то идет подсчитывание. Математика, я получал столько, а сейчас пойду на работу, получать буду в 10 раз меньше. И мне все теперь надо будет делать. Люди многие говорят, да я инвалидам лучше побуду. А что мне? Так лучше, легче. Нет, этот орал. Этот орал. И вы знаете что? Никто в Артемею помочь не может. Только сила Святого Бога, Святого Духа могла открыть Ему глаза. Вы представляете, только Иисус спрашивает, что ты хочешь от меня? То есть перед тобой стоит личность, которая может сделать для тебя все, что угодно. Все, что угодно. Все. И у тебя сейчас идет вопрос от Бога. Поверьте, это небогатый человек стоял, который говорит, так, ну что ты хочешь? Тебе надо новый дом, новая машина, что тебе надо? Нет. Здесь там Бог перед ним. Он спросил, что ты хочешь? И он сказал, я хочу видеть. А вот это люди не могут дать. Почему Иисус мог открыть Его глаза? Почему Иисус мог открыть Его глаза? Потому что на Нем был Святой Дух. Потому что сила Святого Духа исцелила Его. И сделала Его зрячим. И написано. Он сказал, иди, вера, твоя спасла тебя. Поймите, что Иисус ему ничего в глаза не выдавливал. Он ничего не делал особенного. Потому что когда в Духе Святом все невозможно, все для нас несуществующее и страшное, оно становится легким. Проблема, самая неразрешимая в жизни, она решается вот так вот. Понимаете, как свет включить? Вот проблема, темно. Ты просто приходишь в комнату и включаешь свет. Бац, все видно. За один момент, доля секунды, тебе все видно. Все хорошо. Аллилуйя. Если бы на Иисусе не было Святого Духа, Он бы не смог открыть глаза слепому. Если на нас не будет силы Святого Духа, если мы не будем взаимодействовать со Святым Духом, мы не сможем помогать людям. Мы не сможем помогать людям. И многие верующие начинают выкручиваться. Я вам объясню, как начинают выкручиваться. Силы Божьей нету. Они начинают другими разными способами помогать человеку или как-то решать проблему. Ну, поймите, и это выглядит очень глупо. Это выглядит очень смешно. Ты хоть что делай, хоть как накорми его, хоть сколько денег дай слепому этому Вартимею. Он же просил милостыню. Он же деньги просил. Они не помогут ему. Ему нужно чудо. А чудо человек не может дать, если на нем не будет Святой Дух. Но если на человеке есть Святой Дух, и он взаимодействует со Святым Духом, который живет внутри него, на нем есть сила от Бога, он может решать нерешимые проблемы. Будет казаться, что это делает человек. Но это не делает человек. Это делает Бог, который живет в человеке. Поэтому я хочу, чтобы мы, как верующие, могли обратить и наше главное внимание, что мы, игнорируя Святого Духа, оставляем его в покое. Ты посиди, отдохни. Я сейчас сам, знаете, я сам сейчас все сделаю. Закатываем рукава, делаем. И это смех. Это неинтересно. Это некрасиво то, что люди делают. Красиво то, что делает Святой Дух. Молва об Иисусе разлетелась по всей окрестной стране. А что, раньше никто не знал Иисуса, что ли? Он что, в пещере жил, что ли? Он же жил среди людей. Он плотником был. Он плотником был. Да все его видели, все знали Иисуса. Вот секрет служения Иисуса. Я вам скажу, даже Иисуса Христа секрет успеха заключается во Святом Духе. У нас должно быть покаяние. Покаяние переводится в переменах мышления. Это обращение. Мы не должны рассматривать свою жизнь в отдельном контексте от Бога. У Бога своя жизнь там на небесах идет. У нас своя жизнь на земле. Мы решаем проблемы. Мы решаем трудности. О, мы так изматываемся. О, мы как выжитые уже. Послушайте, это неправильно. Мы должны с Духом Святым. И с Духом Святым все легко. Все легко. Все легко. Послушай, ты когда встретишь тупик, он не будет для тебя тупиком. Ты будешь понимать, что для многих людей это тупик. Но с Духом Святым это все возможно. Невозможно человеком, возможно Богу. Халлилуйя. Пусть Бог благословит вас. Пусть вы найдете общение со Святым Духом. И пусть сила Божья винится в вашей жизни. Вам будет интересно служить Богу. Вас будет. Послушайте, я пророчествую. Я не просто говорю на камеру. Я пророчествую, говорю. Вас не остановить будет служить Богу. Вас не надо будет толкать. Иди свидетельство об Иисусе Христе. И ты кому-нибудь рассказал сегодня об Иисусе Христе. А почему ты молчишь? Я скажу так. Вас будет не остановить служить Богу. Вы везде и всегда будете служить Богу. Вы будете наполнены жизнью, потому что Святой Дух живет внутри вас, и Он будет действовать. Вам будет от этого радостно. Вы будете переживать удовольствие. Вам захочется жить, вам не захочется умирать. Есть люди, которые хотят умереть и быстрее уйти на небо. Но вам захочется жить и служить Богу. И как можно больше сделать для Царства Божьего здесь, на земле. Будьте благословенны. Аминь. Аминь.